Партнер рубрики Центр коррекции зрения «Октопус». Блогер и руководитель пресс-службы Самарского госнаркоконтроля Ольга Шелест сообщает, что в Самаре только через 20 лет выйдет на свободу Артем Мячин, ныне 30-летний наркозависимый. Его сложительница, которой на момент отбытия наказания стукнет 55 лет. Почти треть жизни эта сладкая парочка проведет в тюрьме. Задержанные наркозбытчики были год назад. У них изъято более 130 грамм героина и карфентанила. Крайне редко суды принимают решения о столь длительном наказании, отмечает автор поста. Блогер Евгений Синюков побывал в заброшенном пионерском лагере «Спутник», расположенном в лесном массиве у реки Кандурчи. Его строительство началось зимой 1942 года после эвакуации из Воронежа авиационного завода номер 18 имени Ворошилова. Несмотря на тяжелое время, нехватку средств и ресурсов, власти СССР тогда проявили огромную заботу о детях работников куйбышевского предприятия. В лагере было более 20 отрядов. В 90-е годы его закрыли. Сейчас от прежнего великолепия остались одни руины. Про лагерь просто все забыли. Сейчас он точно не помешал бы. Все-таки здесь весьма удачное место для оздоровления детишек. В группе «Самара» соцсети ВКонтакте сообщают, что сегодня днем в Самаре произошло необычное ДТП. На московском шоссе в районе поселка Мехзавод КамАЗ с щебнем упал на ладу приору. В управлении ГИБДД по Самаре в данный момент собирают информацию по факту происшествия. На месте аварии работают сотрудники полиции и скорая помощь. Данных о пострадавших пока нет. В обе стороны, в город и из него образовались гигантские пробки. Субтитры создавал DimaTorzok